И снова здравствуйте, всем привет! Итак, у вас есть модель, вы захотели ее продать. И как это все дело оформить, упаковать, давайте рассмотрим. Вот сайт 3D-база, на которую я выкладываю именно свои модели. Здесь вы можете скачать все модели, которые есть в роликах. Здесь вот я все выкладывал. И вот доберман, давайте рассмотрим. Кстати, вы здесь, когда выкладываете модель свою, вы можете ее в любой момент скачивать для себя именно. На других стоках такой функции нет. Вы если выложили, все, модель ушла, и скачать где-то уже не получится. Только самому у себя же и покупать, выходит так. Погнали рассматривать. Так, сначала я скачаю добермана. Это из моего мультфильма. Будущего персонажа. Итак, открываем скачанную модель. Значит, это импорт или open. Если у вас, смотря какой файл, obj, fbx, etcl там находится, то открываете именно как импорт, именно тот формат, который вам нужен. У меня там находится The Brush файл и именно Blender. Давайте open. Находим на рабочем столе у меня доберман. Вот здесь у меня два файла. Значит, модель с анимацией, которая используется у меня сейчас в мультфильме. И модель именно вот с ригом в позе просто. Вот. Смотрим, как он загрузился. Вот как вы делаете рендер, так файл и должен загружаться. Вот. Таким вот образом. Все должно быть отключено. Значит, арматура отключена, все значки, камера отключена, свет. Все это должно быть отключено. Если вы не отключите, у вас, значит, модератор будет писать вам и говорить. Отправьте модель. Ну, в смысле, исправьте архив. Так что, вот модель есть. Смотрим дальше, что у нее тут присутствует. Значит, в шейтинги заходим. Здесь все у вас, все вот эти вот текстуры, равнысы, там, нормал мапы. Они должны быть именно на английском языке. Сейчас я покажу в папке, как это все дело настроено. Итак, здесь находится папка с текстурами. Здесь находятся все текстуры. Это зубы, тело, нормал мапы. Короче, все закидываете в одну папку. Потом идут у меня блендеровские вот эти два файла. Вот эти рендеры. Рендеры не обязательно все закидывать. Но я все равно закину. И файл именно с персонажем из The Brush. О, здесь полностью. Также сюда вы можете сохранять формат OBJ, FBX. Но, когда вы сохраняете форматы FBX, OBJ, вот эти вот все, значит, FBX с анимацией, то можно оставить RIG. Вот эту арматуру. А так, камера, свет, все должно быть здесь удалено. Кроме именно вот этих вот мешей. И сохраняйте тогда FBX, OBJ, чтобы в OPS файле не были сохранены источник света и камеры. Тоже ругаются за это. Они там все проверяют. Ну и в большинстве случаев вот такая идет упаковка. Где-то на каких-то сайтах. Вот я там тоже выкладывал на несколько сайтов. Там есть еще дополнительные свои требования. Чтобы, значит, файл был Maya обязательно. Это, получается, вам нужно, если вы в Blender делаете, закинуть модель в Maya и сохранить форматом Maya. Это вот там обязательная штука. Есть такая именно расширение. Так, ну, чем больше вот этих форматов, OPS, FBX, вы можете все форматы сохранять в эту папку. FBX, ETL. Чем больше, тем лучше. Ничего тут особенно нет. Здесь вы общаетесь с модератором. Он, сначала, когда вы закидываете модель в загрузку. Вот сейчас посмотрим. Здесь вы указываете, значит, название на английском. Закидываете рендеры. Также, что тут еще. Значит, zip папку. Обязательно сохраняйте в zip формате winzip.winrar. Формат вот ziprar. Так, потом пишите на русском, как называется ваша модель. Потом делаете описание. Потом ставите, какая у вас именно геометрия. Полигональная. Ну, там, многоугольники, трисы, ингоны. Короче, вот это. Low poly. Да, нет. Если low poly, то бишь низко полигональная, ставите да. Если высокополигональная, ставите low и не определено. Если у вас модель частично, допустим, низкополигональная и частично высокополигональная. Так, вот полигоны. Количество полигонов пишите, количество вертексов пишите, потому что полигоны одни, а вертексы это вершины и полигоны разные идут там. Именно числа. Где это смотреть? Это вот в нижней вот этой вот панельке Blender. В Maya другие там варианты там сбоку здесь вот усвечиваются. Чего там, сколько. Правой кнопкой мыши нажимаете и включаете сцена статистики. Если она отключена, вот эта функция, и по умолчанию ее нет. Ее надо подключать. Также ее можно подключить и здесь. Так, вот здесь вот. Так, где она тут? Статистика. Вот она высвечивается вот здесь вот в боку. Дальше он показывает текстуры. Ставим, да. Материалы. Если нет материалов, ставим нет. Если материалы тоже присутствуют, то да. Если текстур нет, а модель только с материалами назначенную, то здесь ставим нет, а тут да. Ну это понятно. UV mapping. Да, нет. Тут же так, короче, развернутая, присутствует. Там, ну как, во внешнем виде нет. Дальше. Rigged. Это значит арматура. Анимация. Если скелет у вас присутствует, ставите, да. Анимация, да. Если нет, то наоборот. Для 3D принтера модель подходит печатать. Если да, то да. Если нет, то нет. Форматы. Вы видите, сколько здесь форматов, каких вы можете выкладывать. Это значит 3D Code, там Unity, Rinociros, ну короче, Maya, The Brush, Cinema. Ну все форматы 3D Max. Здесь уточняйте. Вот все форматы, которые у вас будут в этом допустим, вот Ops у меня есть, потом The Brush у меня есть, потом Blender у меня есть, допустим, вот такая штука. И здесь высвечиваются еще панельки. Здесь типа Ops стандартная. Потом значит The Brush ставите 2019 допустим. Вот я работаю в 2019 кто-то в 4R7, 4R8, ну чтобы тот, кто купит модель знал в каком формате он ее может в смысле версии в какой может открыть. Версия Blender 2.90 или 2.60 2.79 все это устанавливаете. Рендер V-Ray Corona ну я Cycles ставлю так как Blender но я Cycles не делаю делаю в Ivi но все равно ставлю Cycles потому что здесь ну Cycles нет ну смысле Ivi нет дальше вы пишете сколько вы хотели за сколько вы хотите продать эту модель и здесь вы соглашаетесь с требованием что модель полностью ваша вот здесь если присутствуют какие-то детали скаченные то ответственность если претензия какая-то то несете вы по-моему так а ну-ка я сейчас вам переведу перевести сейчас точно скажу вам как это дело все называется так переведены но что-то не переводится ну здесь когда вы высветите если у вас переводчик стоит то вы сможете прочитать полностью что здесь написано согласиться не согласиться и вот апдейт загрузить модель все нажимаете загружается модель потом модель находится на модерации недолго где-то так портфолио так и вот если у вас одобрено пишут а провод ну типа одобрено загружено если нет то здесь напишется на модерации здесь название поначалу не будет не паникуйте половина тут ничего не будет все появится только после того как модель пройдет именно согласование что да она правильно оформлена если неправильно оформлена вам здесь вот выяснится сообщение от модератора который ну как претензию именно вам напишет что не так допустим не так что-то с текстурами в основном вот мне писали что текстуры были не переименованы и название я поменял и опять забросил модель и все нормально ну словом оплата в долларах также здесь есть что так продажи нет не тут что-то не переводится так фидбэки модерация вот модераторы высылают вам письма если поправить нужно модель дальше портфолио патч коллекцион что тут сеттинг это данные данные можете не включать ну фейсбук допустим пинтерест я инстаграм кину а так больше данные никакие не кидал так портфолио тэймент здесь вот продажи ваши если вы продаете вот ваша модель продается здесь вы получаете бонусы сколько у вас уже это покупки пардон это покупки здесь вот насколько вы купили потом статус вас как именно вот этого вот гражданина который продает модели чем больше моделей 1803 у меня статус так сид аут это здесь вы можете модели уже покупать вот такая модель у меня для скачивания заброшена включаете все подключаете заходите выбираете персонаж заходите в пост мод и вы можете уже значит с этой модели делать анимацию вот так ноутбук перезагрузить немножко подтормаживает много тут всего понаделал сегодня ну вот такая информация все всем пока до свидания до свидания Продолжение следует...